В 2023 году исполняется 45 лет работы хорового отдела Детской музыкальной школы искусств номер 1 имени Ларисы Помпеевны Александровской. В честь юбилейной даты мы предлагаем вашему вниманию фильм об истории и работе отдела. Хоровой отдел начал свою работу в школе с 1978 года. Первым его заведующим была Ирина Анатольевна Фатьянова. Хоровой коллектив школы под ее руководством был одним из лучших коллективов столицы. Как случилось, что свою жизнь вы связали с хором? Ну, если говорить серьезно о том, что как началось, это началось еще до моего рождения. Почему я так говорю? Потому что мама у меня была хоровик, причем очень крепкий, очень достойный. Человек, который играл великолепно и слышал хор потрясающе совершенно. Вот. И она была одна из ведущих, так сказать, хоровиков Алматы. А Монтаж далеко, это же не просто там. И вот я очень... И у нас была маленькая комната, мы жили, в общем-то, в гостинице, так сказать. А в гостинице было сто номеров. Туда. И на трех этажах. Вот. И, значит, в одной из комнат таких... Ну, гостиничный номер. Значит, мама моя, конечно, была... Уже преподавала в музыкальном училище. И не хватало музыкального училища мест, так сказать, классов. У нас проходили уроки дома. Мама играла прекрасно. Ей концертмейстер практически не нужен был. Не, ну, там приходили концертмейстеры, ну, все-таки. А я сидела под столом, потому что больше не было места. Ну, там у меня куклы были, все такое. И дирижировала вместе с мамой, так сказать. Вот отсюда... Впитывали. Да. Началось мое начало дирижерской карьеры. Серьезно. Серьезно. Вот. Как началась ваша педагогическая деятельность в музыкальной школе? Мы позвонили, значит, у тебя есть кто-то на примете? Есть. Талантливая. И меня, значит, мне говорят, что ты в своей хоровой студии там делаешь. Давай, говорит, выползай. Ну, и я выполнила. И в каком вы году пришли в школу, получается? В 74-м, кажется. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Какие сочинения были в репертуаре хора? Исключительно чем мы... О, еще вспомнила. Чем мы так... Че затепишь, пожалуйста? Значит, это самое... Исключительно я любила классики. Кюи пели, скорлати, фуга и это самое... Ну, такие серьезные были. Еще тогда какое-то хоровое пение, но было еще слабенькое. Как сказать, сейчас такие хоры, сейчас послушаешь это просто... И вот как раз, когда я была вот в первой школе музыкальной, к нам приехал, собственно, они гастролировали по Союзу. И они в Минск тоже пожаловали. Это Гарвардский колледж в Минске, да. И у них осталось очень много моих фотографий, всего этого самого. И фотографировали они просто слезы. Ну, и пели программу достаточно солидную. Кюи, потом Доргомышского пели что-то. Ну, такие вещи, которые, в общем, солидные такие. И они говорят, боже мой, мы первый раз здесь классику услышали. Все остальное были песни с барабанами. Ну, то есть, ваш репертуар в основном базировался именно на классических сочнях. Классика, в основном классика и что-то народное. Я очень люблю народное пение. Вообще, если это хорошо исполнено, вот, и если это грамотно. Я очень любила хор Дреневского. Очень. Он такой музыкантище. Он такой... Все с душой, все от сердца. Я его вызывала, профессор Пианиссимо. Маэстро Пианиссимо, здравствуйте. Что-то меня так... Какое самое значимое сочинение для коллектива? Скарлатти Фугу. Очень люблю вот это. Пели до сих пор дети, когда мне звонят, еще дети, которые уже по 48, по 50 лет им. И начинает ревнуто. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот это выступление. Ага. По телефону вот это звучит. Напевают сразу. Что бы вы пожелали отделу и хору? Пожелала. Самое главное – здоровье. Вот здоровье – это все. Его не купишь, не займешь, не возьмешь ничего. Все остальное можно приобрести по здоровью. Вот почему я с высоты своих лет говорю? Потому что от здоровья зависит ваша жизнь вообще. Берегитесь у себя. Высыпайтесь, самое главное. Не тратьте на мелочи, которые вам просто не нужны. Но вы сами не знаете, нужнее или нет. Поэтому это самое. Много путешествуйте, если можете. Вот. И я бы хотела сказать, что жизнь создала так обдуманных людей, что без мозгов, без какого-то разума жить невозможно. Он или есть, или его нет. Одной из двух. Его не постираешь, ничего не стекаешь. Все. Вот. И главное – сердцем. Жить сердцем. Вот. Чтобы оно было всегда откровенное, чтобы оно было всегда теплое, чтобы могла и себя согреть, и другому. Немножечко, знаете, добра. Все. Доброта. Очень не люблю фальшь. Безумно. Как в музыке, так и в человеческую фальшь. Я ее просто слышу и не могу вот этого, так сказать. Вот. Ну и что? Конечно, удачи хору. Ну раз это же мои правнухи. Спасибо. Спасибо. Всего там, всего самого-самого светлого, доброго. Чтобы было добрый путь, и чтобы больше классики, поэки. Народных вещей, которые стоят, стоит стилизации, так сказать, вот, ну, вот главного не упустить. Именно характер. Характер, чтобы сохранить все. И чтобы это было именно, не просто фортепиано, а чтобы это со вкусом как-то подавалось. Поэтому вам самого-самого светлого, доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Лена, спасибо большое. С 1987 года отдел возглавлял Владимир Ильич Клундук. Он же был руководителем главного хорового коллектива отдела хора Тоника, которому в 1991 году было присвоено звание образцовый самодеятельный коллектив. Хор неоднократно принимал участие в конкурсах, где удостаивался самых высоких наград. Как хор получил своё имя Тоника? Когда нужно было звание образцовое, а там нужно назвать хор. Мы сидим-сидим, и говорю, вы знаете что, я работаю, вот, походу, в тоне он не будет петь акапелла. А что Нашенко сказал? Если только вы сделаете акапелла, хор детский, то со взрослыми работать это просто вообще в десять раз легче. Когда он поет в тоне, это самое сложное. Значит, он поет в тембре, он открыт музыкально, он видит конец фразы, как я теперь понимаю. То есть он видит, подойдёт, он поёт музыкально, он играет музыкально, он так делает, понимаете, что бы ни делал, рисует. Понимаете, поэтому я в совершенстве ознакомлен со строительными работами. Понимаете? Полностью могу делать. Паркет, что хочешь. Не просто так, самодеятельно, а в самом, потому что вот для чего нужна музыка. И так связано. И я вот сижу, я говорю, ну давайте назовём тоником. Поём в тоне. Мы же смотрели, всё поём в тоне. Вот давайте тоника, чтобы вот это было основа. Вот. А когда уже хорошо будем петь, всё, доминанты, доминанты, нужно три функции выучить. Окраску. Самый сложный, что эту манту отличить. Понимаете, это же в обертоне только. Всё. Вот так родилась эта тоника. Какие сочинения были в репертуаре хора? Понимаете, мы пели пласты целые. Вот в духовной музыке мы пели два отделения капелла. Масштабные вот эти три попури, это практически отделение Дунаевского, хромошин. Вот как музыка зацепена, понимаете? Бессмертно. Она тоже воспитывает эту эстраду. А чтобы её петь в гармонии многоголосия, они должны петь в тоне. То, что им соответствовалось. Почему? Потому что там идут её капельные куски, потом в хор вступает. Вот потом, конечно, самое значительное, это что, вот когда Костюковец эти вещи, да, чтобы она, ну, Григорьева, Синепоузыцкий, вот этот вот блок духовный. Ты забудь ту песню Северидова. Это вообще феноменальное дело. Озеро Парсхаладца, понимаете? Такая капелла. Они балдели от этого. Почему? Но это выстраивалось, потому что я в воскресенье делал репетиции. Вот там я делал. В каких концертах, конкурсах и поездках принимал участие хор? Такие залы, такие залы покоряли, что это вообще первый, это первый русский хор, который пел сольную программу два отделения в Кёнинском соборе. Папыриевского. Самый лучший зал Матингема, пелотоник. Понимаете? Это лучший коллектив там в Англии. Блау, ну как же он назывался? Они первое отделение, второе пели, а потом езжи на второй день еще два указа. В Швеции. Коммун-курсы мы по месяцу, мы же ездили. Расскажите о своих выпускниках хора. Они с хорой, тот же Тышко Акин. Это же все они оттуда, все роги оттуда. Как Дакот. Она пришла, Меладзе спела. Знаете, что она спела? Да исправится молитва моя. Турченинова на прослушивание. Говорит, я любые партии вам спою. Бьянка у меня любые партии пела. Она у меня вела пол-хора Бьянка к этому, который Финбергу. Это же, понимаете? Это что касается вот всех вариантов. И, понимаете, и вот они во всех науках, вот эта лучи, она заняла, например, первое место по английскому. Она преподает в этом Марианте. Вторая, она микрохирург. Хирург. Понимаете? Они до такой степени филированы. А как они пели. Это вот вообще, вы понимаете, я не могу кого-то вспомнить очень такие великие, понимаете? Ну, не могу никак. Ну, может, и вспомнить. Что наиболее памятно для вас в работе в музыкальной школе? Вы знаете что? Во-первых, атмосфера не только центр города и само здания. Понимаете, эта школа имела традиции. И она, я сошел спустя столько лет, она и сегодня. И Снытко, и вы, и я увидел, что это, вот, понимаете, планка. Там рождается, вот именно, не только профессионализм идет от того, что вы, она вот как-то открывает людей, вот к любви к этой музыке. Понимаете? вот какое-то такое теплое состояние. Несмотря на какие-то что-то невзгоды или что, но эта школа, понимаете, как говорят, с паркетными полами. А это очень важно. Это где храм, начиная со всего, с его местоположения и с педагогом. Это сохранили очень много традиций. Это действительно школа, где в основном, как одинцелетка было. Вот это, это счастье, что там работают и дети воспитываются. Понимаете? И главное, что сохранили. Что бы вы пожелали отделу и хору? Вы знаете, я хочу вам пожелать прежде всего это здоровье и терпение. Любовь, которая была у вас, я это вижу. Вы это сохранили. Я вижу, какое отношение. Я вижу сейчас, как и училище, и как все это живет. С 2008 года отделом и образцовым хором Тоника руководил хоровой дирижер, исследователь в области искусствоведения, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин высшей квалификационной категории Алексей Иванович Снитко. По инициативе Алексея Ивановича были воплощены в жизнь и реализуются творческие проекты, имеющие важное значение в культурной жизни столицы. Как началась ваша педагогическая деятельность в музыкальной школе? Она началась с государственного распределения. Я пришел туда молодым специалистом в 2007 году. До этого у меня уже был пятилетний опыт работы в средней школе с хоровым уклоном, который я же и заканчивал. Это был потрясающий опыт работы с талантливыми детьми. И, конечно, если бы не этот опыт, то, наверное, в школе бы уже по-другому сложилась моя творческая деятельность. А так я уже пришел с определенным багажом. В первый год работы мне доверили учебный хор. И это был бесценный опыт, потому что сложность была в том, что ребята, которые ходили в этот хор, для них не было первоочередной задачей именно осваивать искусство хорового пения. Это был как общеразвивающий предмет, что, конечно, для меня было недостаточно, как для творческого человека, но, тем не менее, мы постарались с ребятами найти вот эту золотую середину между требованиями с точки зрения хорового искусства и в то же время с доступностью этого предмета для них. Ну и за первый же год мы исполнили несколько сочинений Ганна Себастьяна Баха из нотной тетради Анны Магдалины Бах на немецком языке. И, в общем-то, мы старались даже в не очень сложных по музыкальному материалу, по фактуре сочинениях, но ставить интересные творческие задачи, как, например, исполнение на языке оригинала. И, в общем-то, ребята к этому тоже отнеслись с интересом, и я считаю, что многое нам удалось. Вот, через год я поступил уже в аспирантуру в Белорусской Государственной Академии Музыки и находился на перепуте, куда дальше двигаться, но Владимир Ильич Клундук уходил из школы, переходил на другое место работы и освобождалось место руководителя прославленного коллектива образцового детского хора «Тоника». И, конечно же, это была большая честь. Я очень благодарен руководителю в то время Первой музыкальной школы Сергею Сеевичу Перепече за огромное доверие, за честь руководить таким коллективом. Я понимал трудности, с которыми мне придется столкнуться, но на самом деле это было действительно очень интересно, и поэтому дальше уже моя творческая деятельность строилась на сочетании обучения в аспирантуре и руководства таким замечательным коллективом. Кто работал вместе с вами на отделе? С нами вместе работала уже тогда Марина Евгеньевна Дончак и Татьяна Николаевна Шамякина. Я очень благодарен за общение, за ценные советы в профессиональном плане, даже в решении каких-то воспитательных вопросов и так далее. Я сразу окунулся в очень дружелюбный гостеприимный коллектив и очень благодарен коллегам, потому что на самом деле было очень комфортно работать. Также первый год со мной вместе в качестве молодого специалиста. Пришла на работу Екатерина Сергеевна Перепеевича и чуть позже пришла Дмитриевна Ловча к нам в школу. То есть у нас в общем-то на отделе сразу уже такое наметилось сочетание и опытных профессионалов, скажем так, хорошо знающих хоровое дело специалистов и молодежи, которая с задором и большим энтузиазмом подзялась за дело подготовки будущих хоровых певцов. Какие сочинения были в репертуаре хора? Ну, с первых дней руководства тоникой сразу же возникла серьезная задача. Дело в том, что раз в 4 года образцовый коллектив должен подтверждать свое звание. Я считаю, что это правильная практика, это сразу тонизирует, это сразу ставит очень серьезные задачи перед руководителем коллектива и его участниками. Так случилось и со мной, у меня было буквально 5 или 6 месяцев на подготовку программы, которая должна звучать 30 минут, для детского хороого коллектива это достаточно большая программа. Сразу хотелось сделать акцент на серьезной классической музыке, академическое направление, и я помню, что первое подтверждение звания, которое состоялось в 2009 году у хора, это было запоминающееся событие, потому что мы сразу представили очень интересную разнообразную программу из сочинений Крылатова, Глинки, мы пели уже номера из кантата Стаббат Матер Джованни Бергалеев. Я убежден, что для детского хора также важна опора на академический репертуар. Только этот репертуар дает возможность коллективу развиваться в профессиональном направлении, формировать правильные вокальные хоровые навыки, поэтому крайне убежден полезности именно такого выбора репертуара. Поэтому мы всегда опирались и нашим таким важным произведением программы, это была и попутная песня Глинки. Я очень горжусь исполнением цикла Рахманинова 6 хоров для женского или детских голосов с портепиано. Голицы уйти улюбись на грех, и месяц и слезы и дочи толпы, и в льду без не звеной. Конечно, каждое из этих произведений ставит очень высокие исполнительские задачи, но самое замечательное заключается в том, что дети готовы воспринимать самые смелые творческие задачи и цели и готовы это передавать и исполнить на очень высоком уровне. Более того, ведь хор дает возможность ребенку выйти на большую сцену, в том числе в большого зала и исполнять бессмертные шедевры. Сольно исполнить это под силу только избранным, а вот именно пение коллективное, музыцированное, оно дает такие возможности, причем без потери в качестве и масштабах, исполнений. Поэтому именно вот эти произведения являются нашей гордостью. Но отдельно я могу не упомянуть о замечательной музыке Елены Трошкиш, которая даже посвятила хору Тоника песню Тоника. Мы с большим удовольствием ее исполняли. Тоника звучит веки, Тоника звучит веки, музыка летит под миром, за садою как садом. Вообще мы убеждены, что музыка белорусских композиторов для белорусских коллективов нужна быть в приоритете, потому что нам под силу ее достойно исполнить, ее популяризировать. И в этой музыке содержатся те корни именно нашей белорусской национальной культуры, на которых мы выросли, на которых мы воспитаны и убеждены наши дети, внуки, правнуки тоже должны именно воспитываться на нашей национальной культуре. В каких концертах, конкурсах и поездках вы принимали участие с хором? В принципе, ни одно государственное мероприятие за этот период не обходилось без детских хоровых коллективов. И, конечно, наш корр всегда приглашали для участия. Это были и концерты, посвященные Дню Победы, это и концерты мастеров искусств, посвященные вручению премии президента Республики Беларуи за духовное возрождение. Но очень важно для коллектива всегда это были его сольные выступления. Состоялся замечательный концерт в январе 2015 года шедевры хоровой музыки, где Портоника достаточно большой блок своей программы строил. Но, конечно, самые теплые воспоминания связаны с выездами за рубеж. У нас были замечательные поездки и в Польшу, и в Германию, где состоялся ряд концертов в костелах и в концертных залах. Это прекрасный опыт, это стимулирует сразу профессиональный уровень коллектива, это расширяет его репертуар. Ну и всегда возможность представить свою национальную культуру в других странах. Это большая честь и большая ответственность. Поэтому концертная жизнь коллектива была достаточно насыщенной. практически каждый месяц у нас были выступления, иногда и чаще. Мы много выступали в концертном зале Верхний Город. Это зал с достаточно хорошей акустикой. Конечно же, самый любимый наш зал это большой зал филармон. Пожалуй, нам с лучшей акустикой в Беларуси для хорового коллектива. И я убежден, что коллектива дальше будет интересное выступление в разных залах, в разных странах. Я убежден, что для коллектива важна именно такая активность концертного плана, потому что это самый сильный стимул для ребят заниматься в хоре, учиться, когда они видят результат, когда их родители видят результат их творчества. В этом, наверное, и секрет успеха многого хорового коллектива. Что наиболее памятно для вас в работе в музыкальной школе? На самом деле наиболее памятны те моменты, которые связаны не столько с работой, а сколько с общением. Например, одна из прекрасных традиций у хора было совместное чаепитие, сладкие столы. Это очень важно. Я помню, первое чаепитие было посвящено подтверждению звания образцовый и для юных артистов был просто легкий шок, когда оказывается еще после хора можно остаться попить чаю с пирожными. И счастья их не было предела. И я это очень с большой теплотой вспоминаю, потому что ребята поняли, что хор это не только урок с домашними заданиями, это еще и действительно возможность прекрасного и очень позитивного общения. Также, конечно, всегда с большой теплотой вспоминаем наши поездки. Происходили всякие приключения от потерявшихся в соленых пещерах артистов, к счастью, быстро нашедшихся, до встречи с другими коллективами. Я помню, к нам приезжал в гости хора из Ульяновска, и помню, как у нас в нашем относительно небольшом хоровом классе, поместились два хора, которые по очереди друг к другу пели, это незабываемые впечатления, помню, они были просто в восторге, они не хотели уезжать. Вот, конечно, такие моменты дорогого стоят, поэтому хор это не столько даже самоцель, сколько средства для общения людей, для приобщения к культуре, к искусству, для того, чтобы с большей радостью жить, общаться и получать удовольствие. Что бы Вы пожелали отделу и хору? Я хочу пожелать отделу самого главного, чтобы в классах, где проходят хоровые, локальные занятия, звучало как можно больше хорошей, настоящей, высокой музыки, чтобы нашим творческим коллективом школы и солистам покоряли самые именитые сцены, чтобы наши артисты и коллективы одерживали победы на самых престижных конкурсах, чтобы самым главным в учебе и в образовательном процессе была любовь к искусству. С 2019 года отдел возглавляет выпускница Белорусской Государственной Академии Музыки, магистр искусствоведения, исследователь в области искусствоведения, учитель высшей квалификационной категории Светлана Александровна Белая. Сегодня вокально-хоровое отделение динамично развивается, сохраняя традиции и ценности, заложенные ранее. Современные решения на платформе исторического опыта приносят новые результаты, способствуя росту детского хорового потенциала столицы. Хоровым пением охвачена вся детская музыкальная школа. Хоры младших классов фортепианного отделения руководитель Екатерина Сергеевна Бакун. Хор первого класса вокально-хорового отделения руководитель Мария Михайловна Павлович. Хор подготовительного отделения и младших хор инструментального отделения руководитель Елена Игоревна Бережная. Хор младших классов инструментального отделения руководитель Татьяна Витальевна Новик. Учебный хор руководитель Ирина Дмитриевна Ловчия. Образцовый хор Тоника руководитель Светлана Александровна Белая. На вокально-хоровом отделении нашей музыкальной школы раскрылся не один десяток талантов. Именно учителя продолжили путь в музыкальное будущее для каждого из них. Сегодня у нашего отдела юбилей. И мне бы очень хотелось, чтобы традиции, заложенные нашими руководителями прошлых лет, бережно хранились и были эталонами в работе современного отдела. Крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов и новых побед. Многое лето хоровым традициям, начинаниям и детскому пению. С юбилеем!